Приветствую вас, братья и сестры. Прочитаем один стих Захария, 9 глава, 9 стих. Захария, 9 глава, 9 стих. Ликуй от радости, черри Сиона, торжествуй, черри Русалима, сей царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подеремный. Когда готовился к сегодняшней проповеди и думал об этом празднике, который мы сегодня празднуем, в ход Иисуса Христа, я вспомнил детство свое, вспомнил как той местности, где я вырос, в том селе, как мы праздновали вот этот день. Как вы знаете, я родился в нехристианской семье или в семье, которая чтут православные традиции. Я не знаю, как братья, сестры, которые выросли там, в Казахстане, в России, в Украине, как там праздновалось. Но в Молдавии я помню, что у нас в этот день назывался Большое воскресенье, Большое воскресенье. Я не знаю, дословно так перевожу, как на румынском. И в этот день нужно было, ну, как бы к этому дню надо было хорошо подготовить. Родители все должно было, чтобы мы хорошо убрали в доме, во дворе, чтобы все было чисто. И вот к воскресенью нас родители отправляли, и мы рвали ветки и ставили на заборах. В ходе в дом, на дверях выставили эти ветки. И еще там надо было рвать определенную траву, которая так цветет, и вот по дому ее просто вот так, ну, как, в принципе, вот как там возле креста мы видим вот эти ветки от пальм. У нас не росло пальм, но вот мы разные ветки, орех или что-то, и ставили, чтобы потом было что убирать. Вот я всегда, когда поменьше был, спрашивал родителей, зачем мы это делаем, почему? И вот родители, они, ну, говорят, ну, так принято, так все делают, и мы делаем. И уже когда вырос, когда начал читать Библию, когда мы празднуем, я понимаю, откуда вот это идет, вот эта традиция, вот в некоторых, я не знаю, как сейчас, как осталось в некоторых городах или селах, вот традиция вот это в православии делать в Большое Воскресенье или вот вход, праздновая входа в Иерусалим. Когда мы читаем вот эти места из Библии, из Евангелия, когда мы видим вот это торжество, триумф, въезд Иисуса, мы видим, как люди кидают одежду, кидают ветки, пальмы. Конечно, мы можем, наверное, сравнить с тем временем, сравнить также с вхождением царя, так же люди, они выходили и так встречали царей в город, когда они уезжали. И вот Иисуса они встречали, как царя. Тема, которую я хотел бы предложить для рассуждения, это триумфальный въезд царя, царя Иисуса. Иисус Христос пришел на землю, как царь. С самого рождения о нем говорили, как о царе иудейском. Ирод пытался убить его, видя в нем младенца претендента на трон. Вся жизнь и служение Иисуса Христа свидетельствовало о том, что он царь. И вот мы прочитали стих, который пророк Захария предсказал триумф въезда Христа в Иерусалим. Торжественный въезд царя, который не сравним с другими царями. С другими царями Израиля и даже с другими царями всего мира. Он царь всей земли и царь неба и земли. Поэтому его царство другое. Оно не сравнимо ни с какой империей, ни с каким любым царством. Это совсем другой царь, который Бог помазал его на Сионе, на святой горе своей. Бог даровал ему вот этот титул. Бог даровал вот эту власть, которую он имеет, которая не сравнима сегодня ни с чем. Интересно, если вот подумать о народе Израиля, о царе Израиля в Ветхом Завете. С кем можно вот этот въезд, вход в Иерусалим торжественный сравнить с каких из царей израильских? Кто так вот воссел на трон? кого мы можем вот так? Ну, конечно, с Иисусом никто не может сравниться. Но если вы вспомните вот такую историю, когда уже Давид был старым, немощем. Один из сыновей Давида захотел быть царем Адония. Он решил стать царем. Он начинал налаживать вот такие стратегические отношения с военачальником и священником. Он собрал уже все для того, чтобы приготовить быть царем. И вот тут Бог, как бы вот тут пророк Нафан, он обращается к Версавии, чтобы она пошла к царю. То, что Давид обещал поставить Соломона, чтобы он исполнил это, потому что Адония, он уже решил, он уже себя поставил царя. Об этом даже Давид не знал. И вот после этого Давид все-таки он то, что он обещал перед Богом, он исполняет. И в 33 стихе и 34 1 глава 3 царств 33 и 34 стих и сказал им царь возьмите с собой слух господина вашего и посадите Соломона сына моего на мула моего и сведите его к Геону. И да помажет его там садок священник и Нафан пророк в царя над Израилем и затрубит трубой и возгласит доживет царь Соломон. И 40 стих и весь народ провожал Соломона и играл народ на свирелях и весьма радовался так, что земля расседалась от криков его. Вот как встретили после того, как помазали, встретили в Иерусалиме народ. Торжеством с триумфом после этого Соломон воссел на трон. Он стал царем. Когда мы смотрим на въезд Христа, знаете, это царь. Царь Иисус это смелый царь. Он знал, что его ждет. Он знал, что его ждет в Иерусалиме. Он об этом говорил. Его ждет казнь. Его будут казнять как преступника на кресте, не являясь преступником. Он не имел никакой вины. Он без греха. Он понимал, куда он идет. Он знал, что люди сегодня, они с торжеством, с триумфом, с радостью встречают его в Иерусалиме. Он понимает, что через несколько дней эти же люди будут распинать его на Христе. Когда входил Соломон в Иерусалим, он понимал, что его ждет трон, что вот то, что обещано ему, своим отцом наконец-то он может получить, быть царем. Возможно, он мечтал об этом, и вот его ждет, его все встречают, радуются новому царю, и он понимает, что его ждет трон, его ждет царство, его ждет царство Израиля, он будет царем над этим государством. Когда Христос въезжал в Иерусалим, он понимал, что его ждет испытание. Он понимал, что его ждет тяжелое, самое тяжелое испытание в его служении тут на земле. Он должен отдать себя. Это другое царство, и потом подняться на небесах и воцариться возле отца, на поправую воцариться на небесах, стать царем. Вот смелость Иисуса, оно несравнимо. Я думаю, что другие цари, другие, может быть, политические деятели, зная о том, что их ждет, они бы, наверное, поступили бы по-другому. Они бы искали другие пути для того, чтобы захватить власть. Они бы, наверное, не сделали так, как Иисус, понимая, что его ждет там смерть. Но он все делал для то, как ему повелел ему отец. он делал все то, что было предсказано, потому что он был Мессией. Именно он был Мессией, он хотел этим опять же подтверждить, что я тот Мессия, которого вы ждете. Я именно тот освободитель, которого вы ждете. в Евангелии от Матфея 21 глава 4 и 5 стих «Все же сие было да сбудется, реченное через пророка, который говорит, скажите через Ионовый, все царь твой грядет к тебе кроткий, сидящий на ослице и молодом осли сыне подерем». Это все для того, чтобы они видели, что это Мессия. Другого уже не нужно ждать, это тот, который пришел освободить. Он делал все, что повелел ему Отец, он все сделал для того, чтобы исполнить пророчество Ветхого Завета. Его жизнь, она была полна вот этим ответом на те вопросы в Ветхом Завете. Это был Мессия, который пришел спасти не просто Израиль, а весь мир. И вот символически того, что он пришел именно не на белом коне, не въехал не на белом коне, а на осле. Это символ того, что он пришел, он царь мира, что он не пришел именно воинственным военачальником на белом коне с поднятой головой, возвысится над всеми. Нет, он въехал на осле, показывая, что он царь мира, он приносит мир. И его царство это другое царство. Он хочет царствовать над сердцами людей, он хочет менять внутреннего человека в людях. Его царство другое. интересно сказал такую цитату, сказал когда-то Наполеон, сказал такие слова. Александр Македонский, Августин Кесарь, Карл Великий и я сам основали громадные империи. А на какой основе состоялись эти созданные наших гениальностей на основе насилия. Вот их империи были, вот чем они основывались на насилии. И он говорит дальше, один лишь, один лишь Иисус Христос основал свою империю любви. И будьте уверены, что все они были настоящими людьми, никто из них не был подобен Ему. Иисус Христос больше, чем человек. На расстоянии 1800 лет Иисус Христос предъявляет трудное для выполнения требование, превосходящее все другие требования. Он просит человеческое сердце. Он хочет быть царем сердца. Это другое царство, это вечное царство, которое эти империи, этих людей, они закончились. Как и Римская империя, оно распалось. А вот царство Иисуса Христа, оно вечно, оно до сих пор существует, и оно будет. Римляне распяли его как царя. Он воскрес из мертвых как царь через все это Библия могущественно и ясно возвещает Иисус Христос царь. К сожалению, сегодня большинство людей, живущих на земле, не воспринимают его как царя, не относятся к нему как царю. Только для верующих, для нас Иисус это царь. Это царь, который царствует над нашим сердцем, который меняет нас, нашего внутреннего человека. Через него мы имеем доступ к этому царству, к царству, которое не сравним ни с чем, не сравним ни с каким государством на земле. Он пришел дать мир, и он дает мир нашим сердцам. Хочу сказать, что хорошая новость для тех, кто не познал этого царя. Хорошая новость в том, что он доступен, к нему можно приходить 24 на 7. Если сегодня, чтобы прийти на какую-то встречу к президенту, нужно записываться или как-то добиться аудиенции, это практически невозможно для простого человека, чтобы ты смог как-то встретиться и пообщаться с президентом, задать вопросы. Но сегодня к этому царю, к Иисусу Христу Он готов ждать каждого из нас. Каждого из нас, чтобы ты мог вкусить вот это общение с Ним, вкусить это царство, которое несравнимо ни с чем. И Он готов быть твоим царем для того, чтобы менять тебя, менять твое сердце и даровать тебе мир, который все люди на земле ищут этого мира. И только Иисус может его дать. Аминь. Давайте помолимся. Субтитры Продолжение следует...